Юлия Герасимова участвует в спартакиаде не первый год. Ее любимые дисциплины – гонки на колясках и фигурное вождение. Именно в этих видах Юлия занимает первые места. По словам Анапчанки, для нее это не столько состязание, сколько приятный, а главное – активный отдых. Это просто физкультура, это адаптивный вид спорта. Это, да, приехать, пообщаться, увидеться с другими регионами, узнать, что у них нового произошло. Это праздник. В какой-то степени это именно праздник. В прошлом году в спартакиаде приняли участие и профессиональные спортсмены-паралимпийцы. Дартс, метание мяча, электронный тир и фигурное вождение. Все виды дисциплин доступны и нетравмоопасны. Организаторы городского управления по физической культуре и спорту, администрация стадиона «Спартак», а также объединение инвалидов-колясочников «Ковчег». Смысл не только в видах спорта, а именно, что они социально адаптированы у нас люди и имеют возможность такую приехать, себя, в общем-то, показать, показать свое умение. Они тренируются, занимаются, то есть они готовятся к этим соревнованиям. Вот это вот главное – общение, что их понимают, что их видят и что их принимают. Любое соревнование спортивное и так далее, оно для них – это как отдушина в их нелегкой жизни. И мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы хоть чем-то, хоть как-то поддержать этих людей. Спортивная инфраструктура в Анапе становится все более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас идет пробирование специальной программы ГТО для инвалидов. Она будет включать в себя плавание, стрельбу из электронного оружия, дартс, метание ядра и ряд других дисциплин. В данный момент перспективный комплекс проверяют на доступность и эффективность. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.